Азотия И послали, собрали всех владетелей филистимских и сказали, отошлите ковчег Бога Израилева, пусть он возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего. Ибо смертельный ужас был во всем городе, весьма отяготела рука Божья на них. И те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес. Говорит Исраэль Ариэль, основатель института храма. Каково решение современной чумы 21 века? Этой болезни, которая захватила весь мир? Это вопрос, который многие задают в последнее время. Мы принадлежим к людям еврейских писаний. Мы люди Танаха или еврейской Библии. Здесь, в институте храма, Танах лежит прямо перед нами. И мы поделимся с вами знанием оттуда. Люди жертвовали пол шекеля на строительство святого храма еще со времен Скинии и после этого, год за годом. Тора говорит нам, что именно тогда и не будет чумы. И сказал Господь Моисею, говоря, когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Это событие, как вы видите, защищает от чумы. Также есть известная история об Аароне, против которого восстал представитель левитов Кореи. Но избрание Аарона подтвердил сам Бог. И когда они сделали золотого тельца, идола, и пошли против Бога, гнев Божий возгорелся на них, и часть народа Божьего Бог истребил, и помиловал их только из-за того, что Моисей сжег этого тельца. И сказал Господь Моисей, положи опять жезл Аарона в предковчегом откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали. И сказали сыны Израилевы Моисею, вот мы умираем, погибаем, все погибаем. Всякий, приближающийся к Скинии Господней, умирает. Не придется ли всем нам умереть? А помните историю, как ковчег Завета был захвачен филистимлянами во время войны? Они занесли его в капище своего бога Дагона. Что вызвало страшные смертельные болезни среди всех филистимлян. Чума оказалась настолько смертельной, что филистимляне были вынуждены вернуть ковчег назад евреям, чтобы им всем не погибнуть. И что же произошло дальше? Ковчег был возвращен народу израильскому, но они не получили этот ковчег с должным уважением. Поэтому народ Бейт Шамехша был поражен чумой, и 50 тысяч человек погибло, как сказали нам однажды наши мудрецы. Мы насчитываем 4 язвы, которые упоминаются в Танахе, и которые связаны со святым храмом. Самая разрушительная чума была во времена царя Давида. Чума посетила Израиль, и 70 тысяч детей Израиля погибли. Почему? Наши мудрецы, благословенная им память, учат, что это все из-за того, что народ Израиля откладывал строительство святого храма. Да, у них была скиния, но они не пошли в Иерусалим, чтобы построить святой храм. И только когда Давид построил жертвенник, как мы видим здесь, и принес жертвы, только тогда чума в этом месте была остановлена. И последняя чума, которая была объявлена Танахом. В Писании сказано, что в будущем все народы пойдут в Иерусалим, особенно в праздник Суккот. Люди будут поклоняться и прославлять Бога в Иерусалиме, но тот народ, который не захочет прийти на поклонение в Иерусалиме, подвергнется чуме. Это говорит нам о том, что Всевышнего ожидает весь мир, а не только евреи. Весь мир. То есть и все остальные народы, чтобы прийти и поклониться Господу в Иерусалиме, и сделать это из-за любви ко всему творению. И мы верим, что этот день наступит, когда мы сделаем все возможное для строительства святого храма, и пусть это свершится скоро, пусть это свершится в наши дни. Аминь и аминь. Субтитры создавал DimaTorzok